Субтитры сделал DimaTorzok В одной атмосфере добавляется на каждые 10 метров глубины. И наоборот, для альпиниста на вершине Эвереста давление всего лишь треть от нормального. А разница между Землей и космосом такая же, как внутри и снаружи автомобильной шины. Проблема в том, что в вакууме температура кипения воды гораздо ниже температуры нашего тела. Кстати, это значит, что вся влага на вашей коже, глазах, во рту и в легких немедленно закипит. Вода испаряется настолько быстро, что оставит за собой тонкий слой иния. Но ведь внутри тела тоже полно жидкости. К счастью, на нее давят эластичные ткани вашего тела. Поэтому кровь в жилах не закипит и тело не лопнет. Хотя в нем и начнут формироваться смертельно опасные пузырьки. Например, когда у парашютиста Джозефа Китингера разгерметизировалась перчатка, его рука примерно за час распухла вдвое. Но на Земле довольно быстро вернулась в норму. Так что тело в космосе все-таки раздуется, но довольно медленно. Вообще-то человек действительно может лопнуть. Но для этого нужна гораздо большая разница в давлении. Например, на буровой Байфордолфин случайно открыли люк огромной декомпрессионной барокамеры для водолазов, в которой было целых 9 атмосфер. Люди внутри погибли мгновенно. Один из них в буквальном смысле взорвался. И его останки высосало через щель приоткрытого люка. А вот при разнице в одну атмосферу все не так ужасно. Например, ученые рассчитали, что если пробить в маленькой капсуле Союза дырку размером с монету, весь воздух выйдет только через 6 минут. А из МКС воздух будет выходить почти 20 часов. Даже через дыру размером с кулак. Постойте. Но ведь в космосе жутко холодно. Разве космонавт не должен мгновенно превратиться в ледышку? На самом деле в космосе не холодно и не жарко. В нем просто никак. Дело в том, что мы воспринимаем температуру благодаря воздуху, который нас обдувает. Зимой он забирает тепло слишком быстро. И мы мерзнем. Летом тело, наоборот, не успевает как следует охладиться. А вот вакуум вообще не умеет отбирать и проводить тепло. Вот почему из стенок термоса выкачивают воздух. Вакуум – идеальный теплоизолятор. Поэтому единственный способ охладиться в космосе – медленно отдавать тепло в виде излучения. Так человеческое тело будет оставать много часов. Мало того, в солнечных лучах оно, наоборот, будет нагреваться. Но не все так здорово. Пусть вы не лопнете и не заледенеете, но времени на героические поступки у вас будет немного. Уже через 10 секунд у вашего мозга кончится кислород, и вы потеряете сознание. Хорошая новость. Если вас спасут в течение 1-2 минут, у вас есть шансы быстро оправиться без вреда для здоровья. Через такое прошли несколько человек, случайно оказавшиеся в вакууме из-за неполадок в барокамерах. А вот трое советских космонавтов с Союза 11 трагически погибли, не заметив утечки воздуха. Это была единственная смерть от декомпрессии в истории космонавтики. Но даже потеряв сознание, эти космонавты какое-то время продолжали жить. Просто некому было им помочь. Но ни в коем случае не пытайтесь задерживать дыхание. Единственный способ выжить – позволить воздуху как можно быстрее выйти наружу. Иначе ваши нежные легкие и тысячи тонких сосудов в них просто разорвет давление. А вы этого даже не заметите, ведь легкие не чувствуют боли. Понятно, что кислородная маска тоже не поможет. Ведь если в легкие насильно закачать достаточно кислорода для дыхания, они разорвутся точно так же. А ведь есть еще жесткая космическая радиация. Без защиты она может убить за считанные дни и вызвать рак. Даже ультрафиолетовое излучение от солнца здесь такое, что можно обгореть до болезненных ожогов всего за несколько минут. Именно так случилось с космонавтом Валерием Рюминым, когда он решил позагорать под прозрачным иллюминатором. Получается космос и правда очень страшное место. Пусть мы довольно плохо представляем, почему именно. Но все-таки в нем можно прогуляться. Желательно не дольше 10 секунд. Все знают, что в ушах скапливается ушная сера. И некоторые женские журналы советовали ушную серу как лучший крем для губ и бальзам для мелких ранок. А стоит ли туда вообще лазить? И что на самом деле угрожает вашим ушам? Есть и хорошие новости. Уховертки вовсе не залезают к людям в уши и не кушают мозги.